Я рад Вас всех видеть. Спасибо, что пришли на эту беседу. Итак, этот вопрос несколько личный, и я не буду на него отвечать всему залу. Добрый вечер. В детстве у меня были плохие отношения с мамой. Это значит уже судьба на эти плохие отношения с женской частью людей вообще в целом, с близкими женщинами. Это связано уже с прошлыми жизнями. Да, и в юности тоже мы постоянно ругались из-за того, что она означает полное непонимание. То есть, есть три типа понимания. Первое. Мы ругаемся из-за того, что она. Это означает, шансов восстановить отношения нет. Второе понимание. Мы ругаемся из-за того, что мы. Это означает, что есть понимание, но нет возможности восстановить отношения. И третье понимание. Мы ругаемся из-за того, что я. Это значит, что отношения скоро уже улучшатся. Осталось немного ждать. Понятна тема, нет? Нет. Вот для этого мы лекцию будем читать. Хорошо. И так, потому что она любила часто выпивать алкоголь. С отцом, наоборот, отношения очень хорошие. Он для нас сестрой был и матерью, и отцом. И для меня сейчас, мне сейчас 27 лет, не замужем. Мамы уже как к 7 лет нет. А, лет 7 лет не пьет, по-моему. Или, в общем, не понял. Я знаю, что это плохие отношения с мамой очень негативно оказывают влияние на женское здоровье. Да, это факт. Уже есть гормональные сбои. И, в общем, на женскую судьбу. Неправильное представление. Я сейчас объясню, почему. Как можно изменить ситуацию сейчас? Я молюсь за неё каждый день. О, это уже хорошо. Так, хорошо. Отлично. Итак, смотрите. То есть, в чём проблема в данном случае? Проблема заключается в том, что какая бы тяжёлая судьба ни была, она всегда моя. А воплощают её мои близкие люди. Как судьба может прийти в жизнь? Она же с неба не сваливается, судьба. Придела птичка, клюнула меня в сердце, и я в результате заболела сердечным заболеванием. Такого же не бывает. То есть, всегда судьба воплощается через близких людей. И механизм воплощения судьбы такой. Чем ближе отношения, тем больше воздействия судьбы. Всегда так бывает. Очень близкие отношения. А если нет близких отношений, то одиноко. Это тоже, опять же, видите, тоже идёт воздействие судьбы. Одиночество возникает. И в данном случае, некоторые моменты в самой записке указывают на непонимание. Например, мои отношения с мамой негативно влияют на женское здоровье. И мою возможность выйти замуж. Нет. Это прошлая судьба создала ситуацию с мамой. Прослая судьба создала ситуацию с мамой. Она же создала плохое женское здоровье. И она же создаёт трудность выйти замуж. Это одна ситуация. И она рождает разные варианты вот этих всех вещей. Почему надо так мыслить? Потому что, если, допустим, человек считает, что мама... Что мои отношения с мамой повлияли на моё плохое, на моё женское здоровье. Это значит, мама повлияла плохо на моё женское здоровье. Это значит, мама во всём виновата. Есть три типа отношений к жизни. Кто-то виноват. Это жизнь в невежестве. Но кто-то виноват в моей жизни. Часто так вот, допустим, женщина, муж выпивает, и она думает, он испортил мне всю жизнь. Это означает, что она ничем от него не отличается. Он невежественный человек, она невежественный человек. С точки зрения развития личности они одинаковые. Просто женское невежество не выражается чаще всего в пьянстве. Женское невежество выражается в пассивности, негативном мышлении, лене, чаще всего, объедании. Ну, то есть, женское невежество другую природу совсем умеет. То есть, оно не вот так вот. То есть, мужчина заливает себе разум спиртом. А женщине, ну, не нужно разум заливать спиртом, потому что у нее другая природа совсем. Мы об этом тоже сегодня будем говорить. Ей не обязательно это делать. Поэтому, мне вообще, ну, для нее это просто, как бы, ну, неинтересно ей это. И она этого не делает. Но есть много других способов быть невежественным человеком для женщины. Например, ненавидеть своего мужа и считать, что он является причиной всех моих страданий. Это типичное проявление женского невежества. И именно за это она получает такого мужа. С другой стороны, если она ведет себя по-другому в жизни, муж исправляется, потому что ей положена другая судьба. Есть три взгляда на жизнь. Самый нижний взгляд – это очень глубоко погружаться в ситуацию, в которой ты живешь. Например, у меня болит палец. Я постоянно думаю, а этот палец так меня замучил. То есть, я посылаю отрицательный. И я больше, кроме пальца, вообще ничего не воспринимаю. То есть, вся жизнь сосредоточена в одном пальце. Вот представьте, если я, допустим, во время лекции захочу в туалет. По-большому. Я буду думать. Я в туалет. И все. То есть, у меня там начнутся процессы, все сильнее будет тянуть и так далее. У меня будет два варианта – или убежать с лекции, или еще хуже. Понимаете? Ну, я почему такой пример привер, потому что я вспомнил случай, что в один раз во время лекции, по-моему, в Омске выключили отопление. И люди все одели шубы. А я вообще просто приехал в машине без одежды. И я забыл про то, что холодно. Просто забыл, потому что я читал лекцию. А потом, когда лекция закончилась, я сразу замерз. Но в это время я не чувствовал холода вообще. Понимаете? Когда человек наполнен жизнью, страдания очень сильно ослабевают. Жизнь наполнена, когда страданий почти не чувствуется, их нет. Но когда человек фокусируется на проблеме, страдания раздуваются до такой степени, что они становятся просто, разрушают всю жизнь. Поэтому моя мама виновата в проблемах. Это один уровень восприятия мира. Я виновата, и она вместе виноваты. Мы другой уровень восприятия мира. Самый высокий уровень. Я сама виновата в своей судьбе. То есть судьба мне дала такую маму. Но, чтобы так мыслить, надо быть очень сильно духовно развитым человеком. Это не просто оценка состояния. Как есть в современной психологии некоторые идеи такие подобные, что не обращай внимания. Ну, не обращай внимания просто на маму, которая пьёт. Ну, как не обращать внимания? Это же боль. Есть боль в теле. И, допустим, если кто-то мне сейчас во время лекции засунет в одно место иголочку. И будет держать. Там чуть-чуть крутить ещё будет. Я смогу не обращать внимания? Я спокоен, меня никто не колет. Это же бред полный. То есть это больно. И ясно, что я буду обращать внимание. И рядом сидит психолог, говорит, не обращай внимания. Спокойно. Всё, у тебя всё нормально, всё хорошо. Постоянно при чём, говорит. Я предложу второму как бы издевателю воткнуть ему иголочку и посмотрим, как он будет мне помогать в это время. Ясно, что на этом философия вся закончится. Он будет применять совсем другие методы. Он начнёт вытаскивать иголочку, правильно? Он пытаться будет вырваться из этой ситуации. Точно так же есть психическая боль. Она ещё сильнее, чем физическая. И не обращать внимания невозможно. Невозможно. Но можно ли жить с иголочкой в одном месте? Жить вообще? Можно? Можно. Можно. Очень тяжело. Нужно революцию в сознании устроить. Но можно. Для этого существует знание. Знание заключается в том, что есть разные взгляды на жизнь. Есть три слоя жизни. Три слоя жизни. Низший слой — это когда человек очень сильно хочет счастья для себя. Быть счастливым сам. В результате, так как ему и мешает что-то быть счастливым, чтобы быть счастливым, он очень сильно погружается в это что-то и становится очень несчастным. Второй слой — это когда ты не против, чтобы остальные были счастливыми и как-то пытаешься им всем помогать, но ты на первом месте. Вот первый слой был — это жизнь невежества. Второй слой — жизнь страсти. Жизнь страсти означает, что ты пытаешься как-то между собой и другими баланс установить. И это очень сложно. Это вызывает очень сильное напряжение внутри, потому что баланса никогда не будет. Есть только один вариант — это жить для других. Тогда приходит счастье. Наша природа внутренняя, самая глубокая, называется духовная природа. Наша духовная природа, она имеет свойства. Вот раку воды — свойство течь. Допустим, вода имеет свойство течь. Её можно поставить где-то кубиком? Нет. Она должна превратиться в лёд, у неё тогда будет другая природа. Но вода течёт. Точно так же у души есть свойства определённые. Она не может быть счастлива, живя для себя. Вот мама замечает, когда появился ребёнок, много беспокойств. Ребёнок постоянно привлекает к себе внимание. Но если ей сказать, давай вот уберём ребёнка, и ты опять будешь одна, а тебе станет хорошо, она скажет, нет, 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 лучше с ребёнком. Почему? Потому что жить не для себя — это природа души. Душе нравится жить не для себя. Когда ребёнок вырастает, маме скучно становится. Она говорит, я хочу опять эти беспокойства. Мне хочется опять мучиться, не спать ночами ради кого-то. Отверзение. Итак, успели на одну записку отлично. Я хочу напомнить, что всё-таки мы сегодня собрались послушать лекцию из цикла «Большое семейное отношение и счастливая семейная жизнь». И я хочу ещё раз представить кандидата медицинских наук Олега Геннадьевича Тарасунова и начать нашу лекцию. Спасибо вам большое. Итак, тема нашей беседы — «Любовь и закон». Где-то 20 лет назад я познакомился с древним ведическим знанием. Сейчас также изучаю другие духовные культуры. Все они имеют одинаковое мышление. Это мышление, оно отличается от современного мышления тем, что сама природа человека воспринимается очень глубоко. Есть разные типы восприятия человека. Например, понедельническое восприятие. Можно, допустим, философию отношений в семье устроить на основе реакции человека на твоё воздействие. Ну, допустим, если ребёнку нравится, когда с ним ласково говорят, значит, надо воспитывать ребёнка ласково. Это очень поверхностное восприятие вещей, основанное чисто на поведении человека. Есть более глубокое восприятие. Если посмотреть человека глубже, то можно заметить, что у человека есть ещё подсознание, допустим, да, и так далее. Ещё глубже смотреть человек, оказывается, это вообще душа. И у него есть духовные потребности, которых мы вообще забыли. Например, в семейных отношениях духовные потребности часто вообще не всплывают даже наружу. Люди даже не знают, что это такое. Если говорить о поверхностном восприятии вещей, то можно предположить, что человека рядом нет, значит, нет контакта всё. И эта философия сразу же приводит к тому, что я поехал на курорт, и там у меня уже другой человек рядом со мной. Потому что того же нет рядом, он ничего не чувствует. Ничего не видит, ничего не знает, и всё. Я теперь живу этой жизнью. Приехал назад, буду опять жить той жизнью, в которой жил. Откуда возникает такая философия? Она возникает от того, что мы создаём законы жизни на основе своего понимания вещей. Мы просто так понимаем. Часто психологическая мысль так развивается. Вот мы что-то поняли, на основе этого создаём отношения. Допустим, нейролингистическое программирование пошло на шаг выше. Оно поняло уже природу тонкого мира. И на основании этой природы возникла психология. Развивалась психология. Психология — как нам себя вести на основании знаний. Один человек какой-то понял что-то, и он дал это знание. Древняя культура не так развивалась, совсем не так. Потому что существуют люди, которые уже поняли очень глубоко природу человека. И эти люди — это святые люди, возвышенные люди. Они понимают человека как душу. И духовные потребности в священных писаниях, в древних книгах, они ставят на первое место потребность, самая первая у человека — духовная потребность. Хотя мы об этом вообще ничего не знаем. Но от этого ничего не меняется. Понимаете? Когда, допустим, человек заболел, и он не знает, как лечиться. Многие люди до Авиценны вообще не знали, что есть вирусные заболевания или бактериальные. Это Авиценна открыла эту идею первой в медицине. А сейчас мы знаем. Но, допустим, врачи часто, они уже пытаются убить вирус врачи таблетками. Но, допустим, врачи не знают, что уничтожать вирус легче, воздействуя не внутрь, а снаружи в организме. А древние врачи об этом уже давно говорят. И на основании этого метода я изобрел такую методику, что берутся просто ветки сосны с иголками и привязываются на правую руку правую ногу, если нет повышения давления. Если давление повышается, то на левую руку, левую ногу. Привязываются вот на это место. Вот сюда и на ногу, тоже спереди. Свежие ветки сосны можно замотать в ткань и привязать. Носится сутки. А потом навиняются на другие свежие. За 2-3 дня гриб проходит. Как только привязал, температуры нет, признаков нет. Человек нормально живет, ему хорошо. Все. Через 20 минут такой эффект наступает. Сна не касается тела. Видите, два понимания соединено. Что тонкая энергия сильнее грубой. Что организм регулируется тонкой энергией. Тонкая означает энергия ума. Которую мы часто не понимаем даже, что это такое. Тонкая энергия сильнее грубой. Но если человек занимается серьезной духовной практикой, то он просто никогда не заболеет гриппом. Он может просто даже спать на снегу. И он не заболеет гриппом. Такие примеры мы знаем. Там профиль и ванокт и так далее. Так? Врачи не могут объяснить, почему этот человек не болеет гриппом. Ну да, сильный иммунитет. Но если большая доза вируса, то должен же заболеть человек. Но все равно он не заболевает. Потому что в результате духовной силы организм становится очень сильным. И способна победить любое препятствие, которое возникает на пути. Итак, есть два подхода к жизни. Два способа воспринять мир. Первый способ. То, что мы изучили, на этом основываем свое восприятие. Второй способ. Мы пользуемся знанием тех, кто свят. Это священное писание. Например, не доказательств того, ну вообще не доказательств того, что, допустим, есть любовь. Как это определить? Что такое любовь? И люди не знают, что такое любовь. Вообще большинство людей не понимают, что такое любовь. Современная наука считает, что любовь — это то, что считает Фрейд. То есть она основана на понимании Фрейда. И самая суть любви — это секс. Поэтому сейчас в современном обществе уже сам секс вышел наружу. Он перестал быть стыдным. То есть все больше и больше секса появляется в интернет. И как бы сама эта идея, она уже не является тайной ни для кого. То есть все понятно. Как что происходит? Никаких тайн нет. Вот. И это так надо, потому что это же самое высшее проявление любви. Так зачем его скрывать? Надо его открыть. И поэтому в некоторых странах уже те, кто хотят открыть любовь наружу, они уже ходят без штанов по площади. С парадом. Это все основано на философии. Не думайте, что эти люди совсем ненормальные, что их надо в психбольницу отвезти. Нет. У них не нужно в психбольницу везти. Просто у них такое восприятие мира. Восприятие мира основывается на философии человека, на его понимании жизни. Что такое жизнь? Если он, как он понимает, так потом строится вся его жизнь. Так устроена наша психика. Об этом тоже говорится в Древних Писаниях. Поэтому изучение того, как жить, является главной задачей человека. Это главное. Это даже важнее, чем кушать. Потому что если ты не будешь знать, как жить, ты не будешь кушать не то, что надо. И жизнь будет тяжелой в результате. И так далее. Итак, принципы такие древние. У меня есть Вячеслав Назаров. Это мой помощник, соратник и друг, врач. Он приехал сюда специально для вас, для того, чтобы вы смогли бесплатно проконсультироваться по поводу того, поможем мы или не поможем мы вам с вашим заболеванием в нашем медицинском центре под Краснодаром. Потому что многие с тяжелыми заболеваниями не верят, что это можно вообще с этим справиться. А часто бывает, что именно эти заболевания у нас по статистике очень хорошо получается вылечить. А бывает так, что заболевание легче, но у нас нет результата. И поэтому, если кто-то серьезно настроен, то можно во время лекции сходить, пообщаться и получить ответ. Если вам некогда или не попадете, то у нас есть, в принципе, бесплатная консультация на сайте. Можно спокойно записаться и проконсультироваться. Некоторые хотят личной беседы, поэтому приезжают наши специалисты. Все объявления сделал. Итак, смотрите, все очень просто. Есть душа. Душа находится в области сердца. Душа — это я. И душа соткана из энергии счастья. Душа соткана из вечности и знания. Три аспекта души. Три составляющие структуры души. Мы хотим жить вечно. Никто не хочет умирать. Ученые доказали, что когда человек заканчивает жизнь самувистом и падает, и прыгает с высотки, в тот момент, когда он прыгнул, он уже пожалел об этом. Начинает цепляться за эти, пока летит, пытается остановиться. Понимаете? Ну, то есть наше желание жить, оно глубже всех наших размышлений. То есть мы хотим жить. Второе желание — это желание счастья. Человек не может без счастья жить вообще, в принципе. Нам надо быть счастливым по-любому. Мы не хотим жить без счастья. Третье желание — это желание знания. Вот что такое стресс? Стресс — это когда у человека не хватает счастья в жизни. И он начинает сильно думать, пытается искать, где найти счастье. Он даже не может спать по ночам из-за того, что он постоянно ищет счастья, думает, думает, что же делать. «Я не могу тебя забыть!» «О, как мне быть?» И это так встроена душа. Мы ничего не переделаем. Допустим, человек приходит к какому-то, допустим, психологу, или гипнотизеру даже, и он говорит, «Ты ее забыл, забыл». А он не забыл. То есть он все равно не забыл. Он в это время, может, и забыл, потому что сильное, внушение сильное. Он такой, «О, точно забыл». Потом вышел и вспомнил. Ну, то есть почему? Потому что хочется быть счастливым, а счастье связано именно с этим человеком. И само желание быть счастливым опять напоминает, что ты в отношениях с этим человеком счастье же получал. Вот тебе он им нужен. Все. И вот… А нет. И все. И начинается вот эта проблема. Она идет из самой природы. Мы, душа, я душа. Вот такая природа у человека. Теперь, если я душа, тогда как я должен жить, чтобы я душа была счастливой? Ответ очень простой. Несколько принципов всего. Первый принцип. Незнание. О, вот Вячеслав Назаров идет сюда. А я не знаю, почему он идет. Я уже сделал объявление. Вот. Итак, смотрите, первый принцип. Мы рождены в невежестве. Невежество означает «хочу жить для себя». Ребенку, если что-то дать, он хватает, потом не отнимешь. Хватательный рефлекс с детства уже существует. То есть мы… Это не надо развивать. Это уже развито. И это является причиной всех страданий человека. Человек, жизнь человеческая предназначена для того, чтобы победить в себе это чувство. Ведь мы даже не знали об этом вообще. Вот. Теперь дальше. А вам придется это проверить. Представить. Тут я вам рассказал кое-что. Вам придется это проверять. Все предстоит. Будете на практике все это изучать потом. Первый постулат. Жить не для себя дает сразу счастье. Да человек живет не для себя, сразу приносит счастье. Второй постулат. Душа не может бездействовать. Она должна быть активной. Жизнь должна быть активной. Душа не может бездействовать. Ей хочется действовать, быть активной. Поэтому надо понять, как действовать. Это очень важный вопрос. Потому что многие женщины думают, что они будут счастливы, если целый день будут работать. Главное, время будут на работе проведать. А мужчины думают, что они будут счастливы, если целый день будут футбол смотреть. Дома. Вот в этом заключается заблуждение. И оно приводит человека к деградации, к тому, что он полностью теряет себя, теряет нить своей жизни. Потому что нет знания. Действие. Это означает действие по своей природе. У нас есть природа, есть женская природа, мужская. И мы должны действовать согласно этой природе. Следующий постулат души. Простой. Тоже очень простой постулат. Душа стремится к свету. Свет не означает только солнце. Свет означает святость. Душа, если человек хочет быть по-настоящему наполнен жизнью, он должен в своём сердце обращаться к святому, к святости. Нет со святостью, нет жизни нормальной, вообще никакой. Потому что судьба затягивает душу в тяжёлое размышление. То есть она запутывается. Она в пессимизм, естественным образом, входит в состояние пессимизма. А активный поиск святости приводит её к радости жизни и вере. То есть душе нужна вера. Вера означает свет, святость. То есть душа стремится к свету. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Песня такая из детской. Это очень важно. Очень важно знать об этом, что есть смысл в том, чтобы идти дорогой добра. Дальше, следующий постулат. Простой. Простой постулат. Душа не может оставаться одна. Ей нужна связь. И самая главная связь – это связь с Богом. Душа не может жить без любви. Связь означает любовь. А на основе этой связи можно понять, как строить связи уже с другими душами. Потому что душа, когда она летит от света, от солнца, от Бога, она гаснет. Потому что она искорка, она в природе светящее существо, душа. Она гаснет, летит от Бога, гаснет. Ей нужно лететь к свету. Тогда она разгорается. Когда души разгораются, между ними больше огонька в отношениях. И таким образом они становятся счастливее. Следующий принцип. Душа питает своей силой все виды существования, которые мы имеем. Душа гаснет, всё гаснет в жизни. Понятно? Вот простые принципы. Но если начать жить по этим принципам, сразу вся жизнь становится другой. Всё меняется. Следующий аспект. Душа окружена тонкой невидимой оболочкой, которая называется разум. Эта оболочка предназначена для контроля всего, что существует вокруг. И как контролируется жизнь человека? Она контролируется с помощью Знания. Как ни странно. С помощью Знаний. Разум — это такая структура, которая даёт счастье всему, что существует в организме. То есть душа наполняет счастье разум, с счастьем разум, а разум наполняет счастьем всю жизнь человека. Разум должен брать счастье каким-то образом из души. И эта направленность, чтобы научиться брать счастье от души и от Бога, человек должен установить контакт, мостик, связь. Эта связь осуществляется с помощью устремлённости. Человек стремится к чему-то, через что-то он получает радость, счастье в отношениях с душой и с Богом, с собой и с Богом. И вот эта устремлённость к чему-то называется вера. Что такое вера? Вера — это связь с источником счастья. Есть разные пути к Богу. Но если ты этот путь установил, у тебя есть свой путь, ты чувствуешь счастье от этого. У тебя на душе не случайно светло и не случайно весело. Вот. Потому что есть связь вот эта вот. И эта связь, она даёт человеку много счастья в жизни. Это называется вера. Причём, когда человек говорит, я ни во что не верю, это тоже вера. Вера ни во что. Без веры невозможно жить. Убеждение является основой жизни. И вера, она приводит человека к цели. То есть есть вера во что-то, верит человек, ему нужна цель. В целом есть разные слои веры. Мы не будем сейчас всех вообще о вере глубоко говорить. Это целая большая тема. Может быть, намного лекций. Я просто в целом вам объясняю концепцию жизни, которую я изучал 20 лет назад. И которая полностью подтвердилась всей моей судьбой. Итак, смотрите. Очень просто. Вера и цель жизни — это то, вокруг строится, чего строится вся жизнь. И это всё находится в разуме, в самой глубокой структуре психики человека. То есть душа — это духовная структура, а психическая структура состоит из трёх частей. Разум, ум, эгоизм человека. Три структуры психические, которые наполняют нашу жизнь. А дальше идёт грубое тело уже. То, чем мы себя считаем. Что является невежеством, согласно веду. Полным невежеством. Считать себя грубым телом — это полное невежество. В грубом теле нет любви. Там есть импульсы всякие. То, что изучили учёные, там нет любви. Там есть импульсы. Как определение любви — это комбинация нервных импульсов. Вот если у меня нервных импульсов не работают, значит, любви нет уже. Понятно? Система. А так как нервные импульсы не связывают меня с человеком, который... Я стою на одном, а ты на другом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как весна какая выдалась, какие дни настали. За что же ты обиделась? Зачем же мы расстались? Если мы не рядом находимся, импульсов нет уже, всё. Нервные импульсы не взаимодействуют, любви нет тоже, значит, всё. До свидания, философия. Для того, чтобы была любовь, надо хотя бы взять человека за руку. Импульсы должны быть, понимаете? Нет импульсов — нет любви. А если это электромагнитные волны, значит, надо антенну делать, чтобы лучше любить. Без антенны никакой любви нет. Или подсоединяться к этой, к телебашне. Два человека подсоединились, нормально сконтактировали. Антенна уже есть внутри. Она в сердце находится. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жи. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Все согласны с этой песней? Или кто-то? Нет, я не согласен. Есть, можно поднять, пообщаемся. Итак, смотрите, есть разум. И человек живёт ради цели жизни своей, хотя он не знает об этом. Например, цель жизни — построить дом. И всё в жизни настроено, направлено на дом. Мы трудимся для этого. Нам без дома, мы не можем жить без дома. То есть дом нужен обязательно. Это главное в жизни. Скоро, очень скоро мы построим город. И надежды наши и мечты. Вот такое. Ну, то есть мечты построятся, когда мы построим дом. И человек ради этого живёт. Раз дом выше цель жизни, значит, всё остальное — это меньше потребности. Пелёнки не надо ребёнку покупать. Одежду не надо хорошую покупать. Не надо украшения жене покупать. Надо копить на дом. Не надо отдыхать так же. Не надо ездить в отпуск. Надо больше работать, чтобы накопить на дом. И так, смотрите, у человека есть по судьбе, допустим, целый спектр счастья. Он по судьбе может получить счастье от отношений с детьми, вот такое количество. От отношений с женой, от здоровья, от поездок, от отдыха, от духовной практики, и от зарядок, и так далее. Много от чего можно получить счастье. Целый спектр, да? И от комфорта. Но если человек, философия такая, он верит в комфорт, его вера в комфорт, то в результате свободного времени нет. Некогда делать зарядку, некогда общаться с женой, некогда воспитывать ребёнка, некогда ездить на курорт, надо комфорт. Понимаете, о чём я говорю? Что цель жизни, она забирает всё у человека в жизни. В результате они дом построили, а то, что они счастья же лишены были, это уже не восполнишь назад. И они разочарованы своей жизнью, и не могут себе это объяснить. Есть такой феномен, люди достроили дом, всё сделали в нём и разошлись потом. Почему? Потому что они не получили то, что они хотели, а не получили результата. А причина заключается в том, что они не знали, что цель в жизни надо формировать с помощью изучения, а не с помощью просто того, что мне так показалось. Потому что это то, что потом всю судьбу создаёт. И вот сейчас мы с вами будем изучать самое главное, что существует в нашей жизни вообще. Это что такое любовь? Потому что это основа души, три составляющие. Любовь, знание и стремление к вечности. Это главное, то, что существует в нашей жизни, что такое любовь. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропадщий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Так же и есть ведь, правда? Мы не можем жить без любви. Нам хочется любви. И давайте будем говорить немножко об этой теме. Ну, я вкратце сейчас завершу вот эту всю основу, которую я вам сейчас преподнёс. Это глубочайшая философия жизни. Душа, потом разум, который с помощью знания, видите мы, знания о цели жизни. Самое главное знание в человеке – это не биология, не химия, а знания о цели жизни. Потому что, может быть, и не надо было на дом-то всю жизнь отдавать, понимаете? Это знание о цели жизни. Дальше идёт ум после разума. Ум наполняет всё тело жизнью. Он контролирует все органы, системы. Он имеет характер, он думает, в нём память находится. И так далее. Вот взаимодействие между людьми. Ум способен воспринимать другого человека на большом расстоянии. И ум также способен считывать информацию с другого человека.